МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Осторожно, двери не закрываются. Очередное обращение в рубрику Городской дозор. Инструментальная музыка. Степан Гершков победил на 14-м международном музыкальном конкурсе. Юные солистки образцового ансамбля Горницы получили дипломы лауреатов на областном вокальном конкурсе. Далее расскажем обо всем подробно. Минздрав зарегистрировал предельно отпускную цену вакцину от коронавируса «Спутник В». Как передает РИА Новости, стоимость вакцины составит 1942 рубля за 2 компонента. Упаковка по 5 двухкомпонентных наборов, по словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, будет стоить 9710 рублей. Препарат «Спутник В» был включен правительством в перечень жизненно необходимых важнейших лекарств. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и исключительно добровольной. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19 к середине декабря. В Москве вакцинация уже началась. По словам Голиковой, в стране уже произвели 168 тысяч доз вакцины «Спутник В». Напомним, Россия стала первой страной в мире, где началась масштабная вакцинация от COVID-19. Вскоре к этому этапу борьбы с пандемией приступят и другие государства. В Италии прививки от коронавируса начнут делать в январе. В России. Италия рассчитывает стать одной из первых стран Европы, которая получит вакцины от коронавируса. Первые партии поступят уже в январе будущего года от компании Pfizer-BioNTech и Moderna. Более 12 миллиардов долларов выделило правительство США на разработку вакцины от коронавируса. Но начало массовых прививок американцев тоже начнется в следующем году. США по-прежнему удерживают лидирующие позиции в рейтинге по количеству заболевших COVID-19. Всего с начала эпидемии общее количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 67 миллионов. Умерли более полутора миллионов пациентов. В России за минувшие сутки выявили свыше 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Нижегородской области зарегистрировали еще 485 больных COVID-19. В Сарове за выходные статистику заболевших коронавирусом пополнили почти 700 саровчан. В створке перекосились, доводчики работают плохо. В рамках капитального ремонта в доме 2 по улице Силкино заменили двери на лестничные клетки. Вместо деревянных поставили пластиковые. Но радоваться жильцам пришлось недолго. Спустя время они заметили, что двери стали открываться с трудом, а некоторые и вовсе болтаются на одной петле. Несколько раз они обращались в управляющие компании с просьбой привести двери в порядок. Когда ситуация стала критической, позвонили в городской дозор. Какой срок службы у пластиковой двери? Это зависит от многих факторов, в том числе от того, где она установлена и как часто ею пользуются. Специалисты утверждают, что верой и правдой дверь может прослужить от 5 до 40 лет. В доме 2А по улице Силкино дверные полотна пришлось ремонтировать через несколько месяцев после установки. Новые двери поставили на лестничных клетках в рамках капитального ремонта летом. Несколько недель назад жильцы многоэтажки заметили, что двери не выполняют свои функции. Створки тяжело открывать, а некоторые вообще перекосились. Хорошо не поставив, не отрегулировав и оставив нас в таком стане. Вот на первый, то есть второй, третий, четвертый этаж, они уже все сломались. Потому что люди ходят пешком. Поэтому мы и обратились и в администрацию, и в ЖКХ о том, чтобы все-таки подумали, продумали. Или заменяли нам как-то эти двери. Или подумали, как их отрегулировать. В тот день, когда мы приехали снимать репортаж, сотрудники коммунальной службы уже ремонтировали двери. Правда, отказались делать это на камеру. Но стук на заднем фоне слышно. Жильцы считают, что двери сломались так быстро, потому что изначально были неправильно установлены. У центра ЖКХ другое мнение. Те виды работы сдавались, если память не изменяет, конец мая, начало июня. На тот момент вопросов не было. Как ни у старшего по дому, как ни у лица представителя общественности от дома, которая участвовала в подписании актов приемки работ, так и у нас, как у управляющей компании, в качестве этих дверей. То есть они были в работоспособном состоянии. По жалобам жителей на работоспособность дверей специалисты управляющей компании провели осмотр, чтобы понять причину поломок. В процессе осмотра, значит, у нас сотрудники на той неделе осматривали все это, да, составлен акт осмотра, значит, там видно, что совершены антивандальные действия, то есть некие неустановленные лица, эти двери просто выломали, с петель вырвали. Значит, об этом мы соответствующее заявление в УВД направили. Как нам пояснили, двери в ближайшие дни отремонтируют. Те полотна, которые пришли в негодность, на зиму заменят на деревянные. Стартовал новогодний конкурс для предпринимателей города «Елка-фест». Организаторы, Ассоциация промышленников и предпринимателей и Центр поддержки предпринимательства приглашают коммерческие компании оформить фасады и входные группы офисов, магазинов праздничной атрибутикой. Заявку на участие в конкурсе фотографий нужно отправить на адрес электронной почты mail-sobaka-sarovbiz.ru до 20 декабря, а также опубликовать фото в соцсетях с хэштегом «Елка-фест». Победители конкурса выберут жители города в интернет-голосовании. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В региональных вузах будут ежегодно до 2024 года увеличивать количество бюджетных мест. Об этом заявил глава Министерства образования и науки Валерий Фольков. Напомним, что в этом году их стало больше почти на 11,5 тысяч. В 2021 году будет добавлено еще 35 тысяч. В приоритетном порядке будут увеличивать число бюджетных мест по специальностям в сфере IT, травоохранения и образования. Главное управление МВД России по Нижегородской области в среду 9 декабря проведет прямую телефонную линию по противодействию коррупции. На вопросы нижегородцев ответят представители управления по работе с личным составом, следственного управления, экономической безопасности и противодействию коррупции, Государственной инспекции безопасности дорожного движения и оперативно-розыскной части. Звонки будут принимать с 13.00 до 17.00 по телефону 8 831 419 74 18. Сделать прививку против гриппа можно до конца декабря. Как сообщает клиническая больница номер 50, в городе есть для этого высокоэффективная вакцина «Ультрикс». Для того, чтобы сделать прививку, нужно обратиться в кабинет номер 460 первой поликлиники. Забронировать конкретное время можно по телефону 9 55 49. Также медики принимают групповые заявки для проведения вакцинации на городских предприятиях. Для этого нужно написать заявление на имя заведующей поликлиникой номер 1. Очередной случай мошенничества через всемирную сеть зафиксировали саровские полицейские. Женщина заказала в неизвестном интернет-магазине фирменную куклу. Внесла 100% предоплату, но придя на почту за посылкой, саровщенка обнаружила подделку. Ущерб оценили в 2900 рублей. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Украденный с лестничной клетки не пристегнутый велосипед и похищенный с огорода чугунный казан. Относительно спокойной недели выдался у сотрудников правопорядка. Обратили на себя внимание лишь несколько случаев. Так, в ноябре молодой саровчанин разместил на всем известном сайте объявление о продаже своего старого ВАЗ-2115. 24 ноября состояла встреча с покупателем, к слову, приехавшим из другого города. На территории КПП номер 3 гражданин передал документы и автомобиль ранее неизвестному лицу, гражданину Ка, который до настоящего времени не передал денежные средства за приобретенный автомобиль, а также паспорт на транспортное средство не вернул. Новый владелец говорил, что он из Кулибак, однако в местном отделе ГИБДД про него ничего не знают. Машину нигде никто не регистрировал. Еще один случай произошел на улице Западной в одном из частных домов. Саровчанка обратилась в полицию с жалобами на своего бывшего сожителя. Ее бывший сожитель, гражданин Ша, 83-го года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил автомобиль, принадлежащий заявителю Део Матис, а также металлическую дверь забора. Как выяснилось, между бывшими сожителями произошла ссора. Еще один автомобиль повредили ночью на улице Московской. Машина была припаркована по правилам, однако утром ее владелец обнаружил сбоку царапины. Пять ДТП с материальным ущербом и одна авария с пострадавшим произошли на дорогах города на минувшей неделе. Водитель 62-го года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2109, на нерегулируемом перекрестке неразначенных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, то есть выезжая с примычки на Варламскую дорогу, не уступил дорогу автомашине Сузуки под управлением водителя 49-го года рождения, которая двигалась по главной дороге. Водитель Сузуки получил ушибы ребер, после осмотра врачами отправился домой. А вот виновник аварии, как выяснилось, был в состоянии алкогольного опьянения. За весь прошлый год таких аварий было семь. С 1 декабря россияне начнут получать уведомления о том, какие льготы им положены. Список мер соцподдержки будет формироваться на основе информации Единой государственной информационной системы социального обеспечения, а также нормативных актов, включая муниципальные. Эта база формируется с 2015 года и содержит сведения о социальных услугах, льготах и выплатах. Сначала информация будет приходить через портал Госуслуг. В личном кабинете будут появляться сообщения, что в связи с таким-то жизненным событием у человека появилось право на определенные меры соцподдержки и в какой организации нужно обратиться для их получения. С 2021 года информацию будут сообщать с помощью СМС или телефонных звонков. В 2022 году при личном посещении госорганов. Для любого из способов оповещения требуется согласие самого человека. Воспитанник детской школы искусств победил на 14-м международном музыкальном конкурсе «Теремок», который прошел в конце ноября в Санкт-Петербурге. В этом году конкурс прошел онлайн. Заявки подали 136 участников. Диплом лауреата первой степени получил Степан Ершков. Подробности далее. Это такой ребенок, который может сидеть два часа без перерыва и просто уже приходится говорить Степа, все, вот пришел следующий ученик, давай-давай заканчиваем. Он может сидеть еще. Десятилетнего Степа Ершкова от баяна приходится отрывать. Такая преданность инструменту вкупе с отличными природными данными и стали ключом к победе на международном конкурсе «Теремок», который прошел в конце ноября в Санкт-Петербурге. В мир музыки мальчика привела тетя. Наблюдая за тем, как она играет на баяне, Степа решил, что хочет так же и записался в детскую школу искусств. Четыре года упорных занятий и вот результат. В парне начал просыпаться будущий виртуоз. Международный детско-юношеский конкурс «Теремок» проходят в Северной столице ежегодно. Этот стал уже 14-м по счету и привлек рекордное количество участников. Включая зарубежных исполнителей, свои работы прислали 136 юных дарований со всей страны. С подачи педагога Надежды Шуства и своей силы решил проверить и Степан. Специально для конкурса он записал три композиции. Русскую народную песню «Мой костер», «Задорную шел по лесу бурсучок» и мелодию из кинофильма «Список Шиндлера» оскароносного композитора Джона Уильямса. Труд, который Степан и его преподаватель Надежда Шуства вложили в подготовку к конкурсу, не прошел напрасно. В своей возрастной группе воспитанник детской школы искусств получил наибольшее количество баллов и стал лауреатом первой степени. Кроме диплома Степана ждала и другая награда. Его выступление стало частью большого гала-концерта, который прошел на территории Анечкова дворца. Образцовый ансамбль народной песни «Горница» стал лауреатом конкурса «Русская душа». Младший состав ансамбля занял третье место, а старший – второе. Творческий конкурс среди солистов и ансамблей проводился по специальности «Народный вокал» в дистанционном формате. Подробности смотрите в следующем репортаже. Звонкие голоса девочек дополняют друг друга и сливаются в единую мелодию. Даже на обычном занятии они не забывают про артистизм и поют так, словно стоят на сцене. В этом году младший состав ансамбля «Горница» одержал значимую для себя победу. Девочки стали лауреатами третьей степени областного конкурса «Русская душа». Личины жюри, конечно, были профессионалы, вокалисты. К чему я стремлюсь? Я, конечно, смотрю и на состав жюри. Это очень важно. И для меня очень интересен результат решения профессионалов. И это своеобразное направление и движение в дальнейшей своей работе. Ирина Зиюдулаевна особо отметила, что она не гонится за количеством конкурсов в портфолио своих подопечных. Главное, чтобы творчество детей оценивали профессионалы своего дела. За победу бороться сложнее, но и ценится она намного выше. Фестиваль «Русская душа» в этом году проходил в дистанционном формате. В этом есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, не нужно тратить время и деньги на дорогу. С другой – нет живого общения с членами жюри. Такова ситуация. Мы перестраиваемся. И мы думаем, что мы не будем менять скорость участия и в количественном, и в качеством. Будем записываться. Наш большой плюс. В нашей школе у нас есть замечательное отделение, медиастудия, которое нас записывает. Хотя и видео для конкурса записывали в зале для репетиции, девочки выступали с полной отдачей, как если бы пели перед членами жюри. Мы сначала распевались, а потом спели сами песни. Песни были легкие, очень веселые, радостные. Старания юных артистов, уровень художественного и технического исполнения члены жюри оценили высоко. Конкурс получился очень хороший. Уровень конкурсантов был, я могу сказать, на высоте. И от этого нам было с членами жюри непросто распределить места, потому что хотелось поощрить и наградить всех. В старшем составе горницы выступают более опытные солисты. На конкурсе они стали лауреатами второй степени. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова